И вот, 2 декабря. Несколько месяцев максимально напряженного ожидания. Несколько часов чрезвычайно напряженного ожидания, потому что было неясно, что там с этой игрой на Xbox, на котором мы, собственно, играем, потому что по каким-то непонятным причинам в русском регионе эта игра не обозначена, хотя в Steam она есть в русском регионе. Как-то было непонятно, будет она доступна, будет ли мне русский язык. Короче, были странности. Но, слава богу, они никак не повлияли на наш доступ к этой игре. Игрушка была за пару дней предзаказана, благодаря чему, кстати говоря, у нас будет костюм какой-то где-то здесь должен быть. Ну, я не... Внешность персонажа. Во, смотри. У нас может быть вот так, а может быть вот так. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, чат, выбери, что ты хочешь. Давай рыжая или серая. Пифыки. Рыжая 1, серая 0. Собственно, всем, кто подошел, здравствуйте еще раз. Колистый протокол. Сурвайвл хоррор. Про мужика. В космической тюрьме. Очень похоже на дэдспейс. И с вроде как какими-то вайбами на чужого. Посмотрим. Ну, естественно, больше всего дэдспейса. Но, как бы, да. Пифыки начинают строиться. Нет, это за предзаказ шмотка. Рыжая более классическая. Ну да. Но это такая необычная какая-то. Единственное, я надеюсь, что дадут как-то вот это менять во время игры. Хотя у меня есть сомнения. Костюм как-то на игру влияет? Нет, это чисто внешка. Бип, да? Честно, если Рип это Rest in Peace, да, что Бип? Это что? Ваш вариант? Так, чего у нас больше? Единиц или ноликов? Единиц что-то как-то побольше, да? Хотя ноликов тоже нормально так. Ну, вроде единиц побольше. Рыженькая, да? Надо было делать опрос. Надо было, да? Ну, ладно, если что, я надеюсь, на следующем стримце, например, если это в самой игре нельзя менять как-то динамично, в главном меню просто поменяем на ретро-заключенного, и оно само по идее должно поменяться. Вообще, Black Iron Prison. А, ну, может быть, кстати, да. Black Iron это, собственно, название той тюрьмы, где мы будем тусить. Прежде чем мы начнем, что я могу сказать? Очень-очень нефиговенькие настроечки тут. Сделала вам именно говорящего, чтобы роженькое было, чтобы все видно было. Сделала фон, потому что без него трэш. Размер шрифта, если захотите, мы потом подкорректируем. Но мне кажется, вот 15 самое оптимальное. И не сильно крупно, и не сильно мелко. Здесь прям от души можно поковыряться. Мое почтение, как бы, да. Сделали прям... И специальные настроечки здесь есть. И высокий контраст. Здесь можешь всякое понавыкручивать. То есть достаточно неплохо. Опять же, если у вас как бы проблемы какие-то могут возникнуть в игре, вы можете себе прям максимально настроить удобное прохождение, потому что и автоматическое уклонение, чтобы делалось, и помощь при рукопашной схватке. И вот это, и вот то. Короче, красавчики. Это здорово. Опсы интерфейса. Даже не знаю, что это. Стройки экрана. Меньше дрожания камеры. Вот это мы, кстати, еще потом с вами посмотрим по ходу дела. Надо нам это или не надо. Посмотрим. Все? Все, что хотела сказать. Английский язык, русский текст. Все по стандарту. Игровой процесс. Ну, в принципе, помощь в прицеливании. Вот это я, скорее всего, потом отключу, но надо посмотреть, как оно работает. Обычно в играх помощь в прицеливании на геймпаде это лучше нахрен отключать. Оно только мешает, потому что мешает очень сильно целиться в голову. Посмотрим, как здесь будет. Все-таки это Xbox-овский геймпад. На нем вообще, в принципе, целиться немножечко сложнее в какие-то определенные точки. Но, в общем, вот. Продолжить. Это был тест. Ничего важного. Звук. Я думаю, если что, подкорректируем. В принципе, я не сильно тише делала. Я думаю, будет нормально. Если что, сделаем погромче. Новый опыт. Долго думала над тем, какую сложность бахать. Прикинула, что, наверное, лучше не рисковать потенциальным восприятием игры, чтобы не возненавидеть ее при первом прохождении. Надо жмыхать на среднем уровне. Тем более, до меня долетали какие-то слухи, что игра очень сложная, очень жесткая, и что-то какая-то дичь там происходит. Поэтому... А еще неизвестно, какие тут механики, и чтобы не встрять в каком-то тупом месте, как вот с этими контейнерами во втором резике или еще где-нибудь. Начнем на среднем. Я думаю, мы на нем тоже пострадаем от души. Потом, если нам понравится игра, когда-нибудь пройдем на максимальном уровне, как с теми же резиками было. Рисковать сейчас не будем от греха подальше. Мы все-таки хотим на игру посмотреть, а не смотреть три стрима на одно и то же место, правильно? И на то, как стример горит. Поэтому, да. Понеслась. Максимально душновато. Да я подозреваю. У нас стоит режим производительности, который дает 60 кадров. Имейте в виду. Там на режиме качества, по-моему, чуть-чуть картинка по графу нести. Там всякие эффекты какие-то непонятные накидываются. Ну, я думаю, так хорошо. Элис выходит в Раккун-Сити. Споры какие-то в воздухе. Накамура и Шимура. Созвучники. Голоса погромче можно, да? Вот этот мужик какой-то знакомый. Не вот этот, а другой. Я закончил говорить. И что ты хочешь мне сказать? Ну, спасибо. Потому что после этого работы мы никогда не будем работать еще один день в нашей жизни. Ну, я думаю, что ты все понял. Ну, я думаю, так. Давай, что это? А? Возвращение, Глисто, Европа, все эти дополнительные безопасности. Это преследование, Макс. Они берут свою безопасность довольно серьезно. А что с атаками? Как ты объяснишь это? С внешним? Сейчас только сделаю немножечко громкости. Вообще удивительно. Игра делаешь потише, а потом оказывается, что надо все вернуть обратно. Это редко, когда так бывает. Кстати, предупреждаю, что я буду, скорее всего, первое время криповать от всего, потому что буквально даже на прокруч... Вот от этих действий на каждое переключение строки геймпад вибрирует. И это очень непривычно. Так что... Он какой-то прям такой максимально... Музыку пока не будем спешить, да? Кричащийся. Чтоб не расслаблялись. Ну да, может быть. Наверное, может быть вот так. Ну да. Что-то зависло на секунду. Можно, кстати, наверное, еще, знаете, что? А можно как-то вот фон какой-то сделать, чтобы было понятно? Ну, собственно, графен. Вот он, графен. Курточка Леона Кеннеди. Да подожди, нет, спеши. Куда ты меня торопишь? Сейчас мы можем в принципе сделать вот так. Вот, зафиксировать эту картинку в своем мозгу. А, не дают здесь выключить только вне игры, да? Эх, это ж зараза. Вот размытие при движении очень отвратительное было. Я его выключила сразу же. Эх, черт. Дают только в главном меню поменять на качество. Эх, ну ладно. Макс, кажется, актер захвата движений для Карлоса. Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это... Ну, а что это такое? Я надеялась, что это оповещение выстрелит. Хотя бы раз. Чуть-чуть бы пораньше прям было бы идеально. Да. Спасибо, Фауст, огромное и за мега-донатищ и за собственно оповещение. Нам это было нужно. Хотела спросить, как твое отношение к игре The Void? Тургар от создателей Мура. Я не играла. Так что как-то вот мимо меня прошло. Я причем помню времена, когда я видела ее на полках. Ну, как-то что-то когда я спрашивала у людей, что это за игра и стоит ли в нее поиграть, ее как-то так описывали, что желание купить не проклюнулось. И в итоге я в нее так и не поиграла. И, наверное, не поиграю, потому что, честно говоря, потом я уже чекнула, что это такое и уже было как-то не так, чтобы интересно. Не знаю уж, как это работает. Ой. Ну, в общем, Фауст, спасибо огромное. Спасибо за 2,777. Интересная цифра, мне нравится. Спасибо огромное. Нажмите на верхнюю кнопку на крестовине, чтобы открыть инвентарь. Нажмите правой бампер, чтобы выбрать меню с личными данными. Используйте крестовин для выбора категории личных записей. Нажмите кнопку А, чтобы воспроизвести хорошо. Здесь такая же менюха. Личные данные. Джейкоб Ли. Важные люди. А, ну, то есть мы не... Груз! Хе-хе-хе-хе. Ты груз, Джейкоб. Ой, Джейкоб Ли. 191 сантиметр. 95 кг. Пилот грузового судна Уюк Харон. Отличное название для корабля. Просто потрясающее. Особое разрешение на вход в патрулируемую зону одобрено. Доступ к охраняемому космическому маршруту между Калистой и Европой. В личном деле имеется миграционная виза с Земли. Ошибка доступа гадайте в базе данных АЮК. Угу. Какие-то подозрительные махинации, да? Других семейных записей в базе данных АЮК не найдено. Статус живой. День рождения. 26.06. Блин, он почти... Мы почти с ним в один день родились. Ты подумай. Рачила. Он Рачила, ребята. Мы играем за Рачилу. 1278-й. Слушай, Фауст почти попал. Почти попал. Месторождение. Административная зона Варенай. Земля. Профессии. Грузовой пилот. Супер, здорово. А что-нибудь тут... А я могу ходить? Хрен там. Понятно. Ну, быстро довольно было. Рачила играет за Рачила. Страшно. Ты представляешь, комбуха какая? Аудиологии, которые нужно смотреть и не слушать. Ну, да. По-моему, кстати, в Dead Space можно было включить и идти, да? Или в какой-то игре было. Ну, конечно, жаль. Но, может быть, они так и решили сделать, чтобы у тебя был повод передохнуть, знаешь. Да отвали ты. Господи. Так, это его комнатка. Ой, у него дети есть. Биошок. Ну, биошоки мы недавно не проходили, а вот Dead Space вполне себе. Дети. Ну, дети. Это для тебя, что ли, да? Сразу видно по лицу. И вот это мне понравилось, когда я тестила просто ну, как же без подсветки толчка-то. Все такое блеклое, одноцветное. Но унитаз должен быть прям да. По высшему разряду просто. Мы точно профессионалы своего дела. А вот тут у меня какие-то флэшбэки на Horizon пошли, если честно. Так, стопочечка там нет? Ничего. А там тоже лесенка есть. Просто у меня, кстати, ремейк вот этот. Блин, да, в смысле. Ремейк ремейк напоминает только там, где всякие склады и вот эти как сказать, лабиринты такие были, помните, особенно, когда ты там за ладу бегаешь. Я прям жду, что у нас таких вот лабиринтов с кучей врагов будет довольно дофига. Ну-ну. Вот это мне нравится. Я прям представляю, если что-то случится, они прям побегут по этим коридорам и сколько раз они упадут споткнувшись об эти провода. Мне кажется, они вообще не встанут в какой-то момент. Блин, микрофон. Смотри. Освещение, конечно, очень хорошо. Может быть, там текстурки не дотягивают. Тихо, до 4К, до каких-нибудь. Смотри. Не дотягивают до каких-нибудь, знаешь, 4К, там наверняка докопаются. Это что, грязь какая-то слишком мутная, мыльная. Ну, блин, освещение. Тут у вас все разваливается, все засрано, как вы тут передвигаетесь. Грязь, не грязная, да? Ну, что такая музыка позитивная? Как будто по мне сейчас какой-нибудь членоморф лицо отъест. Крысы космические примагнитились к нам. мне что-то ищут конкретное. Интересно. что там застрял? Блин, он застрял. У меня такого не было во время теста. Ну вот! Давай в другую сторону. Нет? Ты сломался? Блин, он сломался. Черт, он сломался. Почему, когда теста, не было ничего, а сейчас есть? О, оно вот так всегда. Стримерское проклятие не говори. Он говорит, что за гвоздь зацепился. Он такой, блин, да где оно? Да почему я не могу? Только начали уже сломаться. Ну, это какая-то странная фигня. У меня во время теста не было такого. Что, прикинь, опять застоянем. Что, прикинь, опять застоянем. Папа! Макс! Они заходят на пляж! Офигеть! Что ты делаешь? Когда я должен. Что ты делаешь? Нет! Слышь! Ура! 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 почему я не вырвала глаза не потекла кровь из ушей не задавайте таких вопросов это боевик из 90-х ребят зафиксируйте это в свою мозгу а при плачу парка откроем мегатор марта Продолжение следует... 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 Ну, когда просто Ну, ладно Ой, уклонение от рукопашных атак Удерживайте левый мини-джуйстик Нажатым влево или вправо до атаки врага Чтобы уклониться от нее У вас не будет времени на подготовку Просто удерживайте Левый мини-джуйстик нажатым влево или вправо до удара врага Если вы вдруг не поняли с первого раза Чтобы уклониться от серии рукопашных атак Удерживайте левый мини-джуйстик нажатым в одном направлении до атаки врага Затем отклоните левый мини-джуйстик в противоположном направлении Чередуя стороны таким образом Никогда не уклоняйтесь в одном направлении более одного раза Иначе жопа вам придет Блин, ну у нас будут проблемы с уворотами Сто процентов Просто прикинь, какая здесь жесть на харде Вот с этими уворотами Какой-нибудь там ваншотные тактики начинают Ой, ну все Трупы топают? Блин, ну спойлеры Как топают-то? Трупы как топают? Это не хард? А, вот она Не, мы решили не рисковать Эти трупы не топаются Пойдемте потопаем Хотя какие спойлеры Это Dead Space Топайся, что топается О, барахло Я смотрел игру на харде Отличий не увидел Мне скорее всего там Уворачиваться тяжелее Урона больше наносится Ну как бы в смысле никаких отличий У тебя не должны быть? Урона больше по лицу прилетает ХП быстрее заканчивается Уворачиваться наверняка сложнее Какие-нибудь там окошки Или атаки может быть чуть-чуть даже быстрее становились Ну хоть вряд ли ХП быстрее заканчивается ХП быстрее заканчивается ХП быстрее заканчивается Джейкоб, здесь! В этом месте нет Консоль не отвечает Верно там я просто увидел что-то Он меня атаковал И не видел меня Я не видел меня Что ты хочешь? Я знаю, что я видел Смотри Этот место может раздаться с твоей головой Это наша шанс Что-то, что ты видел Это все больше причин Челик с Храйзен? Да не Он трагично умрет у нас на руках Либо обратиться, что наиболее вероятно Хорошие звуки Как я там? Блин, какой ты жирненький Мне страшно Не будет сидеть Ты же, давайте мне За стелс от тебя можно, Чертила? Вряд ли Давай, иди сюда Ты что, схерелши? Эй! Это напоминает Это нормал! А че он такой жопный то? Причем нажала назад Зажала назад Что-то не видела я блока Видимо очень Было Рано Какой-то толстый Слушайте Подожди Подожди А как? 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 Как мы там это делали то? Подожди Как мы открывали меню? Наверх Может у меня лечение какое-нибудь есть? Хрен у меня еще есть Я тебя поняла Ничего у меня нет Здесь вот наводки не хватает на врага честно говоря Учитывая движение камеры Хрюченька Ой, какой-то страшный пипец Вот блок сработал, кстати Прикольно, кстати, вот как бы предполагается, что ты будешь отступать от врага и у тебя автоматом работает блок, когда ты отступаешь Блин, интересная система, если что-то в этом есть Пнуть труп Мы поняли, да После победы над врагом нажмите Y, чтобы пнуть тело и получить предметы Соберите их Пните тело Наклонитесь Желательно не слишком превышая Подходящий для этого градус наклона, дабы не завалиться вперед Подберите Предметы, которые лежат на полу Используя указательный и большой пальцы Можно, в принципе, использовать большой, указательный, средний и безымянный пальцы Мизинчик лучше оттопыривать Вот такие прям Описания я прям не могу Так, лечилка Спасибо, да Машина Получиться очень точно А куда она упала? А, он сразу съел, что ли? Ну, спасибо, да Ручки убери Слышь, ты Руки убрал С решетки руки Отошел к стене Прислонился руками к стене Руки на круги, мразь Пробуем Как в начале Dead Space'а раз пять говорят, что врагов нужно расчленять Ну, чтоб точно отложилось Потому что то, что тебя раздражает, рано или поздно в твоей голове отложится А если тебя раздражают с пятью тысячами подсказок Это точно отложится Так, заперто Ой, сейчас эти двери откроются Или на обратном пути Ой Какая жесть Сейчас стелсу должны будут обучать уже Пора Стелсовым убийством, в смысле Вот сейчас, например Здесь как раз темно О, все располагает Прикинь, была бы шкала шума и темноты А прикинь, она сейчас появится Не дай бог Хе-хе-хе Есть че? Есть че? . Можно просто ходить и бить всех киркой Вот, блин, как я люблю, когда, во-первых, интерфейс встроен в геймплей, вот как у нас, да, хэпулечка на затылке, причем это как бы не просто хэпулечка, это как бы чип, да, это сюжетная фига-та. И когда у тебя ничего, никаких всяких обозначений на экране нет, единственное, что вот да, вот этот интерфейс у тебя есть, но это как бы дополненная реальность фактически. И когда настолько вот плавненькие воротики, причем, мне кажется, они это немножечко подсосали из второй тлоу, потому что там у ворота работали так же, ну то есть максимально все плавно было. Единственное, вот я не помню, там были тоже стики задействованы или кнопка. По-моему, кнопочка все-таки там, то ли Y, то ли еще что-то. Ну, как бы то ни было, вот когда оно вот так вот выглядит, и если руки прямые, в какой-то момент это может быть очень красиво. И мне кажется, в какой-то момент вполне могут, тихо, появиться какие-нибудь no-death-раны, точнее no-hit-раны, если здесь можно так сделать. Ну, большую часть игры, если где-то не по сюжету тебя бьют, это ладно, но вот большую часть игры, мне кажется, за счет этих воротов можно вполне пройти без урончика. Мне кажется, задрачивать будут. Если уж четвертый резик прошли в свое время на ноже, хотя эта игра не подразумевает такое прохождение. Че бы нет-то, да? Ищите закрепленные на стенах шкафчики с восстанавливающими инъекциями. Восстанавливающие инъекции могут оставлять враги после смерти, их также можно найти внутри ящиков. Нажмите кнопку вниз на крестовине, чтобы быстро использовать восстанавливающие инъекции. Инъекции восстанавливают... Здоровье! Ой, но будьте осторожны, поскольку вас могут атаковать, пока вы вводите препарат. Восстанавливающими инъекциями можно также воспользоваться на коране инвентаря. Ясно, понятно. В какой-то момент нас точно будут креповать все роботы, перепрограммированные, сломанные, еще какие-нибудь. Я прям предвкушаю эти моменты стелса, когда нужно подкрасться сзади к этому роботу, выдернуть у него там что-нибудь, иначе он тебя заломает. Ой, надеюсь, таких моментов будет по минимуму, а лучше вообще не будет. Хватит и обычных врагов, мне кажется. Пускай эти ребята мне только помогают. О, семерочку, смотри. Флай, флай. Ой, щас из Дэдспейс момент будет. Будьте осторожны. Они будут реально хранили. Прикольно. Я думала, какая-то хренота сейчас будет. Помните, как в первом Дэдспейсе, когда лифт закрывается, там... Да, роботы напоминают вот этот вот... Ну, ой, щас его засосет в эту самую, а из этой самой кто-нибудь выпрыгнет. Напоминает все вот эти роботы. Всяких андроидиков из Alien Isolation, например. Давай, клейшировано засос... Ну, естественно. Клейшировано засосется вверх. Как же без этого. О, клейшировано засосе вверх. Опять в мозги забрались. Айзек, да, Джейкоб. Ща, чел, подожди. Мы это уже проходили. За монолит. Ой, блин, собачьи какие-то клетки-изоляторы. Я теперь понимаю, что означает пункт эффекты галлюцинаций. Цель на предметы контрабанда. Ну, видимо, нас повязали, потому что мы контрабандисты какие-то хитрые жопы. Ну, у них туалетная бумага, а не ракушки. Так что неплохо они тут жили. Хочу отметить. Ракушки? О, неюфаги в чате. Сталона на них нету, не гори. А в каком-то... Это ж в Судье Дрейде было, да? Нет, подожди, или не в Судье Дрейде. В Разрушителе, да. Я постоянно почему-то путаю эти фильмы. Судье Дрейде, это немножко другое, да? Эти ракули потом даже в Киберпанк в качестве пасхалки поместили. Блин, надо пересмотреть все эти фильмы. Они такие уборные были. Да, там молодая булочка была. Здравствуйте. Прикольно ушел под землю. Я только что поняла, насколько... У меня просто есть оповещение на 777, которое идеально подошло бы под вот эту ситуацию с его уходом в люк. Кто же знал-то, что я попаду прямо в яблочко? Вы можете, кстати, проверить. Так сказать, чтобы мы в этом моменте поняли, что могло бы быть здесь. Найс байт. Не, ну правда. Я еще думала, как обозвать? И кто же знал, что я так попала? Что я так попаду? Что я так попаду? Что-то я напряглась. Спинаш. Что-то, что-то, что-то. Надо немножко расслабиться. Что-то их там много. Нравится этот звук. Вот это тоже очень интересно выглядит. Ну-ка, подожди. Угу. Лица хваты. Я же знала, я знала, я знала, блин. Не обманьте, мрази. Восстанавливающая инъекция. Так, подожди. Сейчас. Вот она. Это лечилочка. И это тоже лечилочка. Почему они не стакаются? Преобразователь энергии. По низкой цене обменять на кредит Каллиста в принтере. Рефордж. А юг санкционирован? Угу. Хорошо, чтобы довести извращение. Ясно, понятно. Стака тут нет. Я заметила. Так, чат, пожалуйста. Главное, не предвосхищайте обучение, ладно? Естественно, мне еще игра не научила блоку. Значит, скорее всего, он не работает и, как бы, писать о нем не стоит. Так. На будущее. Что-то, так сказать, не... Не ломать воспринятие. Нафиг они циферки тогда пишут на лечилке, если они не стакаются? Без понятия, если честно. С топотом им хорошо, что предвосхитили, а то лут бы пропустили. Ну, это да, за топот, да. Ну, это... Больше я что-то настолько впечатлила, что забыла, что это, как бы, все-таки от разрабов Dead Space. И топтать надо. Другое дело, что, видишь, нас не обучали, и я даже не искала кнопку специальную. Ну, да, 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 вот. Ну, блин, вот. Ну, начинается, блин. Вот только, только сказала, да? Ой, жопа говно. Стелс от роботов обожаю. Блин, вот момент, еще когда я пыталась смотреть прохождение Alien Isolation не осилило, если честно. Какая нудная игра. Вот стелс от андроидов, конечно. Дай мне вот тут где-нибудь контурточку, чтобы каждый раз через это дупло. Спасибо, Гребер, за тайминг. Ёбта, извините. Ты пицц, какие они страшные. Ты куда там пошел? Ты где-то есть? Ты ушел. Да с хрена ли ты, ауторайзд у него? Так, нужно, наверное, дождаться, пока он пойдет обратно, да? Я же сама могу сохраняться. Иди, точно ж. Блин, я уже так отвыкла в этих новых играх. С этими автосейвами. Какой страшный пипец стоит. Мне кажется, он скриптово стоит. Видишь, он не идет вперед, пока я не иду. Хочу на ту сторону. Там наверняка барахла лежит. Дофигища. Но интересно у них, конечно, тут... Какие-то эксперименты. Видишь, они прям знали. Знали, смотри, как. Такое ощущение, что они, знаешь, хотели сделать... Dead Space, но только... Вот прям новый. Прям что-нибудь в этом роде, но только полностью новое. Вот если бы мы не сделали Dead Space... Dead Space в прошлом, вот как бы он сейчас выглядел? Что бы мы с ним сделали? Как бы он выглядел? Давай что-нибудь придумаем. А что вибрирует все? Что-то гимпад вибрировал. Это что было такое? Вот опять вибрирует. Что такое? Гумно какой-то в воздух летит. Интересно, это... Ну, хоть и нет. Это вентилятор, наверное, гоняет. Почему иногда вибрирует у него? Вместо силы рядом, наверное. Это не Dead Space. Не, вообще, кстати, хочу отметить то, что ощущается по-своему. То есть не ощущается как Dead Space, даже с учетом управления, очень схожего вот этого топтания. Оно ощущается иначе. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю. Здравствуйте. Мимик, сура, мимик! Я не знаю, передается ли это через экран. А, надо зажимать. Пипец ты долго хилишься, конечно. Наверняка потом, если будет прокачка, она наверняка будет, он будет быстро это делать. То есть каким-то быстрым движением вкалывать. Сейчас он, конечно, на коленочку встать, в шею воткнуть. Вот это пять секунд постоять. Как тот же и Вилвизин все равно напоминал Резики. Да, вот что-то вроде того. Вроде другая игра, по-другому ощущается, но ты видишь, откуда ноги растут. Вот здесь то же самое. Да, хорошая параллель, согласна. Вот тоже понимаешь то, что, в принципе, ядро идейное вот оттуда вот. из Dead Space, но при этом ощущается, что очень по-своему. И это хорошо, потому что, ну как бы, Dead Space был классной игрой. И в том же... С тем же ядром какую-то новенькую совершенно игру плутать. Почему нет? Их не так много, чтобы это приелось как-то. Так, доктор Кэтлин Малер. У нее лицо тоже какое-то знакомое. Прям пипец. Дата рождения неизвестна. Треодактировано. Все ничего неизвестно. Профессия... Месторождение Европы. Профессии главный врач. Треодактировано. Треодактировано. Прекомандировано к подразделению особых проектов черной жести по распоряжению 1А. Подписано... 1 декабря 2319 начальником тюрьмы Дунканом Колом. Предоставлен уровень доступа S. Никаких ограничений по перемещению. Ну, S, C. Видимо, S типа S класса. Типа крутой, наоборот. Личный охранный бот активен. Ой. Начинается. Ну давай, давай, послушаем заново. Ну, вещай, я же нажала. Алло. Че не жмется? Почему-то первые не жмутся. А, я подобрала третью из четырех, да? Окей. Че-то коротенькое. Может быть, потому что не понимали, что тебе не захочется стоять на месте и слушать это. Поэтому они сделали коротенькие и разбили одну какую-то долгую запись или еще что-нибудь на коротенькие. Хотя, наверняка и длинные записи будут. Ну, тут какие-то флэшбэки на лаборатории из второго рейсика. Мне, кстати, кажется, что... Не знаю, что там по оптимизации, конечно, на PS4, на Xbox One всяких. Мне кажется, игрушка на PS4 должна выглядеть неплохо. Ну, плюс-минус так же, но только по мыльни, конечно, немножечко с не такими четкими где-то местами текстурками. Но мне кажется, все должно быть нормально. Потому что, скажем прямо, игра, ну, она выглядит хорошо, но вот сейчас я вот смотрю вот на это, и я не вижу ничего такого мега... Как сказать... Сильно превосходящего... Из числа того, что мы видели во втором или в третьем даже резике. Третий резик был очень красивый. Достаточно красивый. И там, в принципе, нормально было все. На четвертой плойке. Не-не-не-не. Вот с оптимизацией, конечно, вопросики. Так, смены предохранительного. Вот на пике, конечно, да, там странно все. Но на плойке, я думаю, на четвертой нормально. Ну, 30 кадров, естественно. Может быть, как раз-таки... Может, сейчас в 60 играем, правильно? Может быть... Вот если здесь поставить качество, здесь как будто... Чуть-чуть-чуть где-то что-то корректируется освещение, становится как-то пожирнее, но надо проверить потом. Мне кажется, плюс-минус такая же картинка. Чуть-чуть помыльняве и 30-ка стабильненькая. Так, а че? Где? Так, это очень легко, надо отковыриваться. Сейчас кто-то вылезет, да? Легко отковыриваться. Любой дурак может подойти, отковырять, предохранитель. У тебя все погаснет. Ой, горящие черти. Давай, резьба! Ах ты, мразь! Вот это я, Кирилл, дядь. Че умрю. Ой, я же увернулась, ты че? Шакал. Вот, Хакуля, прокекана. Блин, чел. Давай, регенерируй. Ты че? Угу, 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 угу. Ай, хиппи в жопе. Я не хочу постыднее. Блин, как больно умеют. Бразь, дай лечилку. Че мне твой кредит лечилку дай? Должна быть шутка про сериал по резику. Почему про сериал? Про фильм? Смотри. Там, где вот это вот... Это самый лучший момент. В принципе, момент, из-за которого, как минимум, стоит посмотреть этот говнофильм. Если что, мы про... Добро пожаловать в Раккун-Сити. Фильм по резику. Очень много отсылок, они кайфовые. Сам фильм говно. Но смешной. Извините. Извините еще раз. Простите. Я очень извиняюсь. О! Блин, все эпилептики сейчас вышли просто из чата, причем. АААА! ДУРАААК! СТРАНОЕ ГОВНО! Господи! Эта херня из Дед Спейса вернулась! Нет! Она наносит ответный удар! МУДАААК! Господи, чуть не сдохла. Простите. Дон и голубь потом вылетит. Ладно? Чуть-чуть попозже. Потому что это только через изменения, что мы становимся лучшей версией населения Размер может быть тяжелым, но это необходимо Я чуть буквально хотела плюнуть, ну как бы сделать движение тебе, плю тебе в рот И чуть чай не выплюнула на монитор Ой господи, нельзя так делать Короче, голубь, голубь в шоке Что ломать тут? Ой, пора Здравствуйте Ура, вот этот ломается, подозрительно Голубь негодует Сохранись, кстати, блин, я запорваю Я забываю, что здесь может сохраняться Сейчас, подай Что это такое? Две лечилки, подозрительно Ой Ура, сохранение Ну-ка, кстати, смотри Ээээ, выключу свет Надо Надо Попробовать будет Перед следующим стримцом поменять ему шмотку В главном меню Мне немножко просто напрягается Смотри, видишь, сколько здесь автосейвов И как бы, блин, где там это ручное Это сохранение, господи Блин, было бы, знаете, как неплохо Учитывая количество автосейвов Если бы в одном столбце были автосейвы А в другом ручные сохранения Чтоб не вот это вот не мотать Как-то Точнее, даже не в столбце А в двух каких-то таких ячейках Сверху ручные, снизу авто Ручных можно было бы сделать Даже не так много Там штук пять, например Если бы им места как-то не хватало на экране Или бы они прокрутку решили бы не делать Для этого окошка Так, голубь Голубь Голубю тут не нравится Голубь Хочет домой Шахты Шарапит стелс от роботов, да? Ммм, не похоже Шахты Ну, сегодня было В дискорде интересное Ммм, такой же умный Так, я подожду Ой, как он интересный разворачивает Я пошла отсюда Нахерли А можно его за ножки схватить, чтобы это Слушай, у меня горит фонарик постоянно Вы можете как-то отключить? Щас стелсовому убийству, наверное, научит Пора Пора уже давно Нет, он меня видит Ох ты, ой Их двое Их двое Повторяют неученную тревогу Их двое Агрессируем! Ломай их О! Воу, что это было? Что это было? Что я сделала? Господи, почему я так хороша? Что случилось? Да фак здесь Что это было такое? Такое ощущение, кстати, что я поставила блок Сразу ударила, потому что я кропку удара спамила И это, знаешь, контратака после блока Как в Элден Ринге! И тут Элден Ринг, да что ж такое? Ну неплохо мы их разобрали, а они вообще даже не ударили нервы Так, вот Так, это из тебя вибрирует, да? Мне кажется, кстати, здесь с триггерами очень неплохо на пятой блоке работает игра Потому что Эксбоксовский геймпад пытается использовать функцию вибрации по максимуму Что ж там с триггерами, интересно? Чуть-чуть У нас так хорошо получилось их разобрать, я хочу сохранить Великий прогресс Это разослание? Не, не, не Оно может быть, кстати, второй убежал Просто был какой-то стук, я думала, кто-то там просто вошкается Оооо, привет! Соросетки убежал, да Соросетки убежал, да Оооо, этоxit, батон Ооо, этоittä бэтон Ну, отлично. Ей можно и разряд, если что, потом произвести. Сердце кому-нибудь запустить. Себе, например. Поставишь ее так, знаешь, на будильник жахнуть в четыре вечера. А кирку жалко, да, она была классная. О, крафт, да? Нет. Ну, вообще выглядит как крафт-стол. Возможно, потом. Ну, хотя, когда потом-то. Вот, блин, это кнопка. Чё, херел здесь? Ах ты, мраз. Чё-то он быстрый. Да я в смысле не до конца-то. Почему? Я же увернулась. Ой, чё-то его насадила. Видимо, так его надо было убить, да? Толкнуть, чтобы он насадился сразу. Блин, хиппи в жопе. Ну, я же нажимаю. Подожди. Мы, видимо, хп поднимали, но это было вот это вот, знаешь, которое сразу всасывалось. Может, имеет отношение... Значение куда-то уворачивалось до атак. В смысле, до атак. Сейчас меня убьют. Чекайте. Хп по нулям слишком. Вернулась влево, атаковала. Теперь вправо. Ну, наверняка имеет значение... Вообще, когда левая рука, надо влево. Ну, то есть, его правая, для нас левая. Надо влево. И наоборот. Надо вот это фиксировать, конечно. Хотя до этого я что-то жала, как приходилось. И вроде тоже срабатывало. Неважно, так было. Посмотрим. Сейчас я только умру. Подождите. Умрём. Начнём опять сначала. И повторится всё, как встарь. Космос. Холодная гладь канала тюремного. Фонарик. Жопа. И говнарь. Всё. Неважно, в какую сторону. Мне тоже показалось, что неважно, но мало ли, как-то, если в правильную, грубо говоря, там, меньше шансов получить. В инвентарь. Ну, инвентарь тоже, в принципе. Ой. Не, я уворачиваюсь то влево, то вправо. И что-то он иногда уже на первом по лицу бьёт. Что-то он не дожимаю. Что-то странное. Если бы я не дожала, оно бы не активировалось. Не знаю, короче. Такое ощущение, кстати, если бы мы по вентиляции вернулись обратно, мы бы встретили там мразь какой-нибудь там, потому что что-то звуки издавались какие-то. Главное, по-третьему, бить их в анимации ударов. Не, в анимации ударов я уже стараюсь блок ставить, но, честно говоря, когда блок ставишь, всё равно по щам иногда прилетает. Ну, такой неполноценный блок. Ой, ну ладно. Иногда прям идеально он уворачивается, а иногда вроде уворачивается и места много, а всё равно прилетает. Когда нас научат стал самолистом. Алло. Сейчас этот чертило из камеры выйдет, да? Или... А, они уже вышли же. Вот он, да? И друг ее. Попробую сейчас сама. Ну, как он, медленный двигается, встылся. Воу! А ты откуда? Я слышу, что какая-то мразь звуки издаёт сзади. Проблема. Сипа, мразь. Вот. Извини. Всё, двигаю. Я просто хотела вот понять, вот такое ощущение, кстати, знаете, почему он меня сейчас ударил? Когда я просто двигаюсь влево, заранее начинаю просто двигаться и у ворот срабатывает автоматом при движении, тогда меня бьёт. Ну, то есть, не ты аккуратно, классно, прям руками, а не ногами прожимаешь у ворот, а ты просто двигаешься и у ворот срабатывает автоматически. И тебе по щам дают, потому что это не ты классно увернулся. Ну, то есть, штраф. Штраф к тому, что ты не прожимаешь по таймингу у ворот, а просто идёшь, то есть, жмёшь заранее. Вот так, вот такое ощущение создалось. Надо будет потом протестить ещё. Стрелс убивает, да, как костыль прям напрыгивает сзади. Может, просто рано отпускаешь? Не, я жму иногда до упора, прямо. Ну, как иногда, всегда, в общем-то. Давай полечимся сейчас. Там не так, чтобы большое восстановление какое-то. А, нет, пистюшечка осталась. Интересно, он её выкинул? Да, вот интересно, он её потратил, и там что-то оставил? Ох ты, мразь, он ещё выкидывает теченьки, если... Одна иголка, дезинфекция, чтобы дважды одной иголкой в шее не трепет. Ох ты, бляха! Не трогай. Так, и откуда эта скотина вышла? Не, вот это надо, конечно, раскладывать. Со спины. Давай, давай, родненький, давай, иди. Сейчас, попробую схитрить. Схитрила классный бро. Сюда, яска. Может, бежать тут надо? А, это же боже. И пусть и нет, кстати, нет. Я же жму более-менее заранее. Ёбушки. Началось это идти. А-а-а! Не, задело, вот как раз сейчас задевает. Вопрос, конечно, почему все-таки задевают? Иногда прям... Сейчас вроде он правой рукой бил, я налево уворачиваюсь. Черт, кто знает. Что, как графон? В стиме прям отзывы засрали, говорят, дергают из стагерита. Ну, только это же не относится к графону, это относится к оптимизации. На боксе все хорошо. Ну, ладно, заставочка на движке, ну, такая прям геймплейная, где чуть-чуть как-то немножечко дергалась, но это было только один раз. Выворачивается на стуле. У меня, кстати, нет такого. Не знаю, почему. У меня такое было в Last of Us 2, но не в этой игре, не знаю, это же как-то работает. Слушай, ну нет, надо на них трениться сейчас будет на этих чертях. Будем ковырять всех. Я понимаю, что, скорее всего, мы можем пробежать, потому что там лестницы, но мы не будем так делать, мы попробуем их замочить, потому что когда, как не сейчас учиться? Причем, судя по всему, здесь очень часто будут моменты, когда будет много врагов, надо учиться с ними драться. Ай, ну вот да, вот так нельзя делать. Да, что-то с каждым разом все хуже. Ай, дает вы. Блин, ручка. Что-то, вот, прошлый раз был неплохо. Вот этот последний третий, который вылез, хрена пойми откуда, вот он все испортил. На максимальный кто-то чисто пробегает. Ну, я подозреваю, да. Не, я хочу прям нормально их заковырять, заодно и потрениться. Это хороший момент. Какие-то те стрессуют. Надо прям руку набить. Хотя руку набить это дело такое, потому что тут вроде даже когда ну, уже понимаешь, как уворачиваться, как бить, все равно видишь, иногда хорошо проходит, а иногда через жопу максимально. Dead Souls Dark Space. Чего не хватает? Не знаю, может оно есть? Я не вижу просто. Быстрого разворота прям пипец не хватывает. Как в рейках. Да, вот здесь какая-то доля удачи такая присутствует. Все еще не могу понять закономерность, почему иногда после ворот бьют по лицу. Это чтобы прям не было вообще никакого шанса пройти, но хитро, но лишь что, чтобы хоть чуть-чуть у тех, как оно заканчивалось, ничего-то сомнительного. Раскладку. Зачем мне смотреть на раскладку? Ах, мрази. Причем, блин, они как боевиках не ждут, пока ты ударишь. Убьешь там одного. Куда ты лидишь-то вне очереди? в очередь, сукины дети. Вот твою мать. дядь. Дядь. О, два раза, два раза. Что происходит етить, колотить? лечилки мне. Лечилки мне. Можно было, да. Ну, с учетом ручных сохранений на харде, я думаю, будет потом достаточно комфортно. Оно, насколько это возможно, играть. Хотя, интересно, как тут ручные сохранения работают? Они тебя вот прямо там, где ты сохранился, сохраняют, или они сохраняют контрольную точку предыдущую? Ну, правда, спрашивается, зачем тогда? Ну, что-то мне подсказывает, что скорее контрольную точку, чем точку, в которой ты стоял. А, смотри, как они сделали. Блин, игра подстраивается. Смотри, когда я перелезла сюда и мочила вот здесь их, вылез чертила третий за спиной здесь. Но так как я стояла там, он вылез там. Прикинь. Тут несложный хард. Ну, кто же знал-то? Понимаешь, в таких играх все-таки рискованно вот этот менеджмент барахла, мало ли что там. Непонятно еще, какие механики тебя ждут, какие душные моменты здесь придуманы, сделаны, вот это вот. Да ладно, нормально. Зато с ветерком, насколько это возможно, конечно. Мысль была, какая, как там открывать это вот все, я забыла чат. Как открывать вот это отличное дело? Алис Портер. Заключенный такой, это 178 кг, ой, кеги, сантиметров, 86 кг, пожизненное безвозможности освобождения, нарушение режима не зафиксирован, доступ к роботам, к работам, успеха третьего уровня, включая сектор переработки отходов. Примечание, на устройстве Мур заключенного обнаружено несанкционированные изменения объема памяти. пришел тут какой-то особенный, да? Причем про вспышку инфекции только трое, а важных людей вон и сколько. Разработают скоро еще один уровень сложности. Актория, здорово. Знаешь, кто-то писал уже ранее, я не увидела, что Элия с нежностью голосом напоминает мне Лиаму из Андромеды. Это все потому, что он смоглый? Ну ладно, не похож. Все-таки сурвайвл-хорроры никогда не знаешь, что тебя в них ждет. Лучше, конечно, для первого прохождения, тем более на стримце, чтобы не зависнуть на пять веков в какой-нибудь точке. Лучше на нормале, а потом, если покажется легким, всегда можно, кстати, здесь можно переключиться на хард, если что, в любой момент. можно потом с ветерком на хард переключиться, по желанию. И пройти уже на нем. Будет повод, как говорится, да, перепройти. Так, ну теперь здесь открыто, смотри. А там что? Стоит такой робот один стоит уже. А барахло есть? На каждый шаг, то есть касание ноги подошвы пола вибрирует геймпадик. Слушай, подожди, а мне вот туда, наверное, да, все-таки? Блин, а я хочу и туда, и сюда? А там что-то? А, ну это лифт. красиво, давай ты не будешь меня беду. Извините, я вам не доверяю. У меня, у меня травма. А, подожди, что-то я зависла, у меня же в лифты надо, да, я же отсюда и вошла. Что-то я запуталась во всем этом. Нет, стоп, я снизу пришла, господь, я запуталась во всем этом. Но мне в любом случае в лифт, походу, да? А здесь точно еще нет. Ролосы жуткие, да, у роботов такие. Не, чтобы говорили бы они какими-то голосами японских кавайных девочек. Ау, то райс, слышишь? Ау, то райс, то. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, что-нибудь такое. Было бы еще более жесткое. Зомби, я мотеку насай. Это вот этот красавчик, да, вот этот, вот этот фактурный. Мы с ним подружимся, я вам точно говорю. Ну, вообще, скорее всего, мы будем с ним махаться. В какой-то момент у него уж больно перчат... Кстати, возможно, мы его перчат... Вот сейчас махаться, например. Возможно, мы его перчатку получим. Возможно, сейчас. Блин, реально Дикон. Молуб какой... Точно, точно получу мою перчатку И не удивлюсь, если после босс-файта Какого-то хитропопова Вообще, мне кажется Ой, ты не видел труп Точно получу мою перчатку Потому что механика швырения объектов По-моему, демонстрировалась в геймплее Либо мы найдем вторую и будем с ним потом махаться Знаешь, на равных условиях Либо мы заберем его А это мина, прикинь А что, подожди А что это такое Стоит такой пяткой Долбит эту мину Пылесос, да, похож Согласна Заканонизировано Блин, они как в резике раскопали Какое-то говно, да? На этой планете Вот этих вот паразитов из камней И все, и пошел Лас Плагас по планете Или мы завезли Или мы что-то привезли, да Потому что мы явно контрабандист Эти повстанцы искали на нашем корабле Что-то конкретное Причем мы, скорее всего, не знали даже Что у нас на корабле Мы просто везли для этого черта Для главнюка Этой Темницы, господи, тюрьмы О! А эти повстанцы пытались как-то этому помешать Но не успела Джейкоб, да, там ящички проверял Хантербан, дюга, проклятый Вез там непонятно, на че Что-то сам страдает Для того, чтобы делать, что требуется Для того, чтобы сделать Слышные выборы Как ваш новый варден Я сделаю, что нужно Для вас Для этого Для этого института Для того, чтобы Для того, чтобы Все человечество Может, у злодея? Ну, по незнанию, скорее всего Главное, на корейском дублируют Ну, в Dead Space был японский То, что станция была японская Точнее, корабль Ишимура Здесь, видимо, корейцы постарались Хотя я че-то не обращала внимания Там где-то реально корейский был Издатель игры корейской фирмы А, да, я не знала Прикольно Ты ж... А че ты ты сразу прыгнул-то? А где ручки? Лево-право Вот это Мри, скотина Ай Че ты хреново вышла? Одна гадина И столько вреда Непец Фамилия у нас корейская Ну, Ли Это все-таки, мне кажется Не только корейская фамилия А, вот-вот так Вижу хреновинки Так, где я? Ага, вот здесь Ну, сейчас случился, кстати, маленький стартер Заметили или нет, но он был Ах ты гадина Давай видим из прохода Мне тут неудобно Я слишком широко Ты очень крутой мужик Мне неудобно тут разворачиваться Хоподай Ух Ну, кстати, подозрительно, что Стелсовым убийством Несмотря на то, что они уже активны Не обучала игра А если вот Просто вот Ты неюфак в гейминге Вот ты только начал вообще существовать Это твоя первая игра Ну, вот тебе так не повезло И ты не знаешь, что Если совместить Стелс И атаки Можно совершить Скрытое убийство Если подкрасться сзади Ты вот не знаешь Про такую механику Почему игру не обучают Непонятно Если это твоя первая игра Беги отсюда Ну, для меня когда-то Doom 3 стал первым хоррором Если бы Dead Space Мой комплюктер Тамошний Тогдаошний тянул Ну, ладно Он бы не стал вторым Но он стал бы Плюс-минус там Четвертым-пятым Потому что В промежутке Между Третьим Doom И Dead Space Первым У меня были только Сайлент-хилы Причем Третий Преимущественно Третий и четвертый Во второй я тогда Вообще не играла Но это все-таки Не то немножко Даже Ой Что-то мне не нравится Какие-то странные Страшные места Ой, она А-а-а Почему? Не готова? Я надеюсь Чувак-геймер решил узнать, как не-геймеры воспринимают игры сложнее сапёра и косынки. Посадил жену за портал, не подсказывая ни управления ничего. Бедняжка около часа, кажется, перемещалась стрелочками, пока не узнала, что мышкой можно крутить камеру. Да, в том-то и дело. У людей, кто вообще никогда не играет, у них абсолютно по-другому восприятие работает. И людям даже сложно совмещать движение левого стика, если геймпад даёшь в руки с правым. То есть они только по отдельности могут. Одной рукой ты либо левый стик двигаешь, либо правый. Вместе очень сложно мозгу дать команду это сделать. А для нас это уже норма, понимаешь? Ну чё тут такого? Это, конечно, удивительно. Евгений, здорово. О, пистики. Так, ну-ка, отдай. Отдал, смотри-ка. Он отдал, потому что он намекает на то, что я должна буду сражаться, а он будет сидеть жопой в этой комнате? Ах ты мразь. Ну-ка, забирай обратно. Женская логика. Сперва отдай. Я подумал, что ты мне отдал? Ты чё, опуха? Ой, так, сейчас, ну давай. Please, make a selection. Oh my. Так, ещё смотри, там по бокам всякие оружки. Ну, короче, дробаши, винтовки, вот это всё, да? Устойчивость. Имеет конфигурацию печати. Дополнительно изготавливается фронтальная руководит для ослабления отдачи. Да, выбор особо нет сейчас. Слушай, подожди, что мне там говорили, хорошо продаётся преобразователь энергии. А его точно можно продавать, или он мне для чего-то пригодится? А, мне надо сперва вот так было сделать. Бумагу заживала. Давай дать точно, окей. Ну, короче, он точно умрёт трагично у нас на руках именно тогда, когда мы к нему привяжемся, да? Сейчас, подожди. Помню, когда я впервые играл в Хэлфу, Блюшифт, после старых домов, то был так непривычно вообще пользоваться мышкой. Ходил на стрелочке, останавливался, целился с мышкой, стоя на месте. А, первые дома там же, да, там не было мышки. Ну, да. Опа. О, открылась, смотри. Ну-ка. Контратака с блоком. Во-во-во, вот это меня интересует. Разблокирует новую подсечку, которую можно выполнить после успешного блока последней атаки врага. Вот, вот помните, я говорила, как будто бы у меня случилась какая-то атака после блока, но, видимо, просто это была другая атака. По-моему, вот та атака, которую я думала, что это после блока, она случается, если ты прижимаешь врага к стенке, потому что у меня такая ситуация уже была ещё раз. Именно около стенки. И там тоже так было тесное вот это вот пространство. А вот контратака после блока. Это надо брать. Ну, денег не хватает. Так, подожди, продать вот эти, да? Точно, прям точно, точно, да? Так. Силовое подавление бунтов. Разблокирует новую, более мощную атаку. Дело подходит для экстремальных ситуаций, в которых наносил урон важнее контроля. Это когда на тебя летит орда. Но это туда только вот через вот эту попаду, в любом случае. Так, а ещё сколько там? Ого, ещё личинки, чтобы усилить можно. А, купить инъекцию. Нет, давай-давай, после блока надо. Потому что фактически, если ты не уворачиваешься, ты ставишь блок. И после блока ты моментально жмёшь удар. Так что это прям будет использоваться всегда. 300, 300, ну опять начинается. 200. Держите левый мини-джуйстик нажатым вниз, чтобы блокировать рукопашную атаку. При спешной блокировке вы получите существенно меньше урона. После блокировки попытайтесь контратаковать. Подсечки наносят урон и сбивают с ног. Ну что ж. Собственно, я считаю, идеальный момент для того, чтобы закончить первую серию для ютуба. А нам микроперерывчик сделать, чтобы стример пришёл немножко в себя и покушал. Потому что пора. Ну классно, чё-то прям. Вот геймплейные трейлеры как выглядели, очень нажористыми, так, в принципе, сейчас есть чё дальше будет. Есть яичка ботить. Короче, будем обмазываться. Каефно. Не зря ждали. Не плевать, чё там говорят, что чё-то примитивный там чё-то сюжет. Вот тут, тут, вот это чё-то клишировано, вот это клишировано. Блин, серьёзно вообще? Камон, боевики 90-х с офигенным жирным сурвайвл хоррорным геймплеем. Чё вам надо? Такой чё, каждый день выходит, что берите, пока дают. А то вообще потом делать перестанут. Хаеф. Очень хороша. Пока что игрушка просто жир. Прям. Прям хорошо.